Привет! Добро пожаловать на мой канал, где я делюсь идеями творческого и экологично направленного подхода к жизни. Сегодня у нас с вами торт без муки, сахара и без молочных продуктов. Для этого торта вам понадобится два ингредиента. Большой и сладкий арбуз и кокосовые сливки или густое молоко. По желанию вы можете добавить подсластители, например, такие как кленовый сироп, а также для украшения можете использовать свежие ягоды и фрукты. Для начала нужно отрезать толстую кожуру арбуза, разрезать на части его не нужно. Вы можете использовать специальный инструмент или воспользоваться пиалой для того, чтобы превратить ваш арбуз в такой широкий цилиндр и сделать ровные края. Также вы можете разрезать арбуз на части для того, чтобы сделать торт многоярусным или оставить его одним ярусом. Дальше мы работаем со сливками. Итак, у нас продается вот такое густое молоко в жестяных банках. Его нужно будет поставить на ночь в холодильник, тогда вода кокосовая отделяется от мякоти. Сливаем воду и теперь взбиваем эту мякоть, как бы вы взбивали обычные сливки, для того, чтобы у нас получились взбитые кокосовые сливки. Как я уже сказала, можно добавить сироп или другие какие-то подсластители, но в принципе кокосовое молоко само по себе очень сладкое. Ну а теперь мы используем эти взбитые сливки в качестве крема для торта и украшаем как обычный торт из теста. Можете добавить свежие фрукты, мяту, ягоды или наслаждаться просто двумя ингредиентами. Сочным хрустящим арбузом и вкусными сладкими легкими кокосовыми сливками. Конечно же, этот торт очень понравился как детям, так и взрослым. Надеюсь, что он вам понравился тоже. Ну и если вы, так же как и я, в поисках идей легкого питания, в основе которого растительные ингредиенты, но которые в то же время не отпугивают ваших домочадцев, а наоборот привлекают их и учит их видеть другие краски и вкусы жизни, то присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал. Ваши лайки – это тоже всегда приятный нюанс, но я буду рада вас здесь видеть в любом случае. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok